Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и я продолжаю снимать ознакомительные обзоры по мощным палкам. И сегодня у меня в руках спиннинг от компании Maximus, модель Sea Empire. Данное удилище состоит из двух хлыстов, то есть это по сути два спиннинга в одном. Назвать его бюджетным или небюджетным? Ну, я бы назвал его, наверное, все-таки бюджетным. Потому что вы приобретаете, вроде бы как, ценовой диапазон, где-то, по-моему, если память не изменяет, в районе 8 тысяч рублей, но вы приобретаете два удилища в одном. То есть, если у вас вдруг кончик, там, хлыст ломается по какой-то причине, то вы можете заменить его на другой. И оба этих хлыста, они разные. То есть, один хлыстик это с колечками, другой хлыстик бескольцовый. Это серия Inline с внутри проходящим шнуром. Шнур проходит внутри бланка. Итак, друзья мои, вот такое удилище от корейской компании Maximus. Давайте его посмотрим поближе. У этого удилища, в принципе, есть, ну, наверное, какие-то и свои плюсы, и есть свои минусы. О минусах и о плюсах сейчас я попытаюсь вам рассказать. Ну, о плюсах. Это два хлыста, довольно-таки жестких. То есть, это вот хлыстик для... Это хлыстик с колечками. Кольца низкопосаженные. Под мультипликаторную катушку. И второй хлыстик не менее жесткий. Это вот серия Inline, без колечек которой. Это, друзья мои, наверное, самый большой плюс в данном удилище. Два хлыста. Что из минусов? Из минусов мне не понравилась вот эта вот рифленая ручка. То есть, она неудобная. То есть, держать неудобно. Ручка сделана вот какими-то вот такими вот витками, которые, в принципе, ну, как-то вот режут руку, что ли, скажем так. Было бы неплохо, если было бы продолжение рукоятки вот такое же гладкое. Зачем сделали вот эти вот рифленые вещи какие-то, я не знаю. И это, друзья мои, наверное, самый большой минус данного удилища. Что еще можно сказать о плюсах и минусах, пока, допустим, мы не стали разбирать его поближе, пока мы не будем смотреть строй, пока мы не будем рассматривать поближе какую-то заливку колец там и тому подобное. Дизайн, скажем так. Металлический катушка-держатель. В принципе, это плюс. Две котрогайки. Вот. Это все мощно сделано. Но в совокупности вот с этой громоздкой ручкой, витками, которые сделаны, и вообще, в принципе, толстым бланком, удилище становится тяжелым и как бы не совсем удобным. Еще один минус, минус, я, наверное, должен об этом сказать. Возможно, это мне так попало. Это стык. То есть, стык удилища мы одеваем, и он вот просто вот легко туда-сюда как бы вот он ходит. То есть, он, по сути, даже как бы я его туда не запихивал, он не фиксируется. В принципе, сильного дискомфорта я ему уже половил. Сильного дискомфорта это мне не дало, но все равно как-то неприятно. Оно не фиксируется. Ну, это все-таки говорит, наверное, о какой-то бюджетной вещи. То есть, вот оно шевелится, и все. Это у этого хлыста. У этого хлыста, сейчас посмотрим. Этот хлыст я, кстати, не успел использовать еще. Этот хлыст также. Вот он просто ходит туда-сюда, ну и легко выходит, скажем так. Это, наверное, как бы вот какой-то небольшой минус. Плюс, повторюсь, это, значит, два хлыста, и, как для меня, это жесткость удилища. То есть, данный спиннинг жесткий. Он подходит для водоемов типа Ахтуба и, ну, скажем, Нижняя Волга. То есть, под приманки халкообразные, под бандитообразные и тому подобное. Под трофейную, скажем, рыбу. Ну, а теперь, друзья мои, давайте, наверное, поближе его посмотрим. Дизайн, как он сделан. И поковыряем стену, посмотрим, как бы его строят еще, как бы вот так, на удаленке. Дизайн, как он сделан. Дизайн, как он сделан. Значит, что у нас? Вот такой строй получается удилище. Ну, не сильно жесткий, но так в меру жесткий. Подходит под наши условия ловли. Скажем, под крупные приманки. Ну, немного он глуховат. Но, в принципе, подходит. Вот держу я ручку данного спиннинга, да? И мне как-то вот, ну, неудобно. Режет руку. Режет руку. Посмотрим второй холостик. Без колечек, который. Строй такой же. Вот здесь уже чуечка получше, наверное, как-то. Я бы использовал, наверное, вот, и, может быть, в апреле еще потестируем. Вот именно с внутренним проходом плетенки без колец. Вот он вроде как и полегче становится из-за того, что колец нет. Я бы, наверное, ну, как бы использовал именно с холостом онлайн. Без кольцевым. Ну, что, в принципе, вот данное удилище, оно реально подходит для моего вида ловли. Ручка, кстати, у данного спиннинга, ну, на пределе, скажем так, не такая уж и длинная, если мы берем вот здесь под катушку. То есть, прям вот впритык, чуть-чуть даже покороче. Поэтому хочется взять сюда повыше. А берем повыше, и вот эти вот ребристые узоры, ребристая ручка, она как-то вот режет руку. Была бы гладкая, было бы намного лучше. Я думаю, что бы, наверное, может быть, тоже как-то это было бы полегче, что ли, может быть, не знаю. Ну, гладкую ручку держать намного приятнее, чем вот такую рифленую. Не знаю, зачем это сделали. Вот. Что еще о нем сказать? Заливка, да? Заливка лаком колец. Ну, такая, как бы, вот, на бюджетном уровне. Хотя, вроде бы, Корея. Вот. Сам заход кольца, он какой-то немного вот шершавенький, что ли, скажем так. Не идеально сделан. Не знаю, будет плетенка рубиться, ворситься здесь или нет. Если мы будем пропускать сюда, как было видно, именно с инлайн вершинкой. А так, в принципе, палочка. Ну, бюджетная, скажем, бюджетная палка. Получается, 4 тысячи за... Ну, получается, мы приобретаем 2 в 1, по 4 тысячи за хлыст. Вот. Ручка 1, вот, а хлыста 2. То есть, по сути, 2 в 1. Здесь, вроде бы, тюльпанчик нормально сделан. Опять же, как бы, ну, визуально. Ничего такого я вот прям не замечаю. Единственное, как бы, вот именно заход, сам заход, да, он какой-то вот немного шершавый. Может быть, это брачок, может быть, мне так попалось. Не знаю. Но мне это вот реально не нравится. Какие-то вот прям вот задиры присутствуют. В комплекте идет обязательно, если спидинг имеет инлайн вершинку, то идет тросик. Обязательно проверяйте в наличии вот такой тросик. Данный тросик, он служит для продевания плетеной лески вовнутрь бланка. Без него мы никак не проденем. Так, что сказать? Ну, вот. Такой Sea Empire от Maximus. По сути, можно назвать его бюджетным. Бюджетный спиннинг для троллинговой ловли. Можно, наверное, его использовать и для ловли Сазана. Какой-то такой вот универсальчик. Тяжелый, скажем, универсальчик. Да, наверное, Сазан и троллинговые ловли на водоемах типа Ахтубы. Что-то такого плана. Опять же, выбирать уже вам. По качеству, по цене и тому подобное. Все, друзья мои, это был очередной небольшой ознакомительный обзорчик серии фильмов о мощных палках. Всего доброго, друзья мои. Ловите больше, отпускайте чаще. Спасибо. Спасибо.